Итак, наш сегодняшний эфир посвящён совершенно замечательной теме, которая волнует очень-очень многих. Это тема здоровья наших детей. Я хочу сказать, что сегодня мы не будем касаться каких-то конкретных серьёзных заболеваний. Это тема врачебная, да, и это уже совершенно другой разговор. Тема сегодняшнего прямого эфира – как вырастить здорового ребёнка, то есть как профилактировать, да, как укреплять здоровье ребёнка, чтобы он противостоял различным заболеваниям, чтобы его организм справлялся с любой инфекцией. И, ну, конечно, есть моменты скорой помощи, они будут обсуждаться, и поддержкой восстановления организма после перенесённых заболеваний. А в целом это вот как вырастить здоровое поколение детей, да, следующее здоровое поколение. Я попрошу вас писать вопросы в чате. Специально для этого будет отведено время в конце эфира. Ну, и я буду делать небольшие остановки по ходу своего повествования. Там тоже вы сможете задавать вопросы. Итак, я хотела бы начать с того, что мы живём, конечно, в очень такое суматошное время. Но это время научно-технического прогресса. И этот технический прогресс сделал во многом нашу жизнь комфортнее, удобнее, да. Мы не тратим столько сил и энергии на вещи, которые занимали огромную часть времени ещё 50, там, я уж не говорю, 100 лет назад. Но в то же самое время этот научно-технический прогресс имеет очень сложные последствия, тяжёлые последствия для здоровья людей. Почему? Есть выхлопы в атмосферу, есть озоновые дыры, есть загрязнение воды и почвы, есть использование не просто удобрений, а вредных веществ, в том числе пестицидов, нитратов там и так далее, да, подкормок различных, не очень хороших. Используются антибиотики в выращивании, там, в животноводстве, скажем так. Увеличилось количество транспорта на наших дорогах, ну и всё прочее, да. Вот эти вещи все сказываются на экологии, на том, чем мы дышим, каким воздухом мы дышим, какие продукты мы едим, плюс в производстве продуктов, скажем так, продукты, которые мы сейчас едим, это по большей части либо ненатуральный продукт, либо полунатуральный продукт, где есть очень нехорошие компоненты. И даже если мы пьём домашнее молоко, скажем так, да, то коровы у нас пасутся, к сожалению, не на экологически чистых плантациях. Это все всё прекрасно понимают. Теперь, что касается современной медицины. Медицина, конечно, нам всем в помощь. И если что, люди в первую очередь бросаются к врачам. И, конечно, мы не можем полностью отметать современное здравоохранение и современную медицину, потому что есть острые случаи, когда невозможно без этого обойтись, когда это необходимо. И люди должны понимать, что вот, да, вот две крайности, либо чистая медицина, официальная медицина, химические фармпрепараты, либо только натуральные средства, это тоже как бы, ну, здесь нужен какой-то баланс. То есть фитотерапия уже заявила о себе как о самостоятельной, полноправной отрасли в современном мире здравоохранения, да, в мире общей медицины. Мы должны понимать, что чем меньше химии мы будем получать, тем лучше для нашего организма. Но когда случается беда, когда приключение, ну, с ребенком или со взрослым случаются какие-то экстренные случаи, когда невозможно обойтись без той же хирургии, допустим, да, или других каких-то вещей, когда нужно обязательно выслушать мнение специалиста-профессионала и найти какой-то баланс, вот это будет правильным подходом. Что касается натуральных продуктов, фитопродуктов, которыми сейчас тоже заполнены аптеки, нужно понимать одно, имеет значение то, где собраны травы лекарственные, как они, как они изготавливались далее, да, как готовился тот или иной продукт на их основе, сколько там натуральных и нет, натуральных компонентов в составе. От этого зависит, естественно, напрямую наше здоровье. И сегодня мы говорим, конечно, о здоровье детей. И вообще наукой доказано, что только 8% нашего здоровья зависит от медицины. 8%, вдумайтесь. Все остальное – это генетика, это образ жизни и прочие факторы. Вот образу жизни, а сюда входит очень много понятий, отводится 40%. Вот вдумайтесь, 8% и 40%, да, это колоссальная разница. Теперь вот, когда мы говорим о фитопрепаратах и их качестве, да, мы должны понимать, что это необходимое дополнение к нашему питанию. Поэтому у нас в стране такие формы, лекарственные фитоформы, они называются БАДами. Биологически активная добавка, да, к пище. Потому что реально это питание. Это дополнительное питание организма. И это не значит, что как бы все БАДы, они одинаковые там по своему качеству, по биодоступности, по своему результату, по эффективности. И мы сегодня будем говорить о том, что же нужно нашим деткам, и именно фитопрепаратам, как нужно их растить, наших детей, какой подход должен быть у родителей, чтобы ребенок рос здоровым, чтобы он справлялся с теми нагрузками, которые на него свалились в современном мире, помимо плохой экологии и некачественного питания. И в первую очередь нужно сказать, что здоровье ребенка закладывается еще в утробе матери. Поэтому от здоровья матери, от здоровья родителей, здоровье матери зависит изначально каким родится ребенок. Но это, наверное, у нас будет тема отдельного эфира, беременность, именно вот этот период. Я немножечко коснусь этого и скажу, что Vivasan компания предусмотрела целую линейку продуктов, которые показаны женщинам, которые готовятся стать матерями. Мы знаем, что к беременности нужно относиться трепетно и очень осторожно принимать что-то, да, вот в пищу или из лекарственных форм. Но нужно как-то и защитить организм матери от тех же инфекций, скажем, да, и в то же время оказать ему поддержку, потому что беременность тоже по-разному может протекать. Естественно, мамочка находится под присмотром и под наблюдением врачей, вот, ну, и сама она тоже берет на себя определенную ответственность. Всегда мы рекомендуем во время беременности, ну, как бы всегда, не всегда, но в первую очередь, это у нас артишок, экстракт артишока, многие его уже знают, если есть новички, то, пожалуйста, значит, вот, экстракт артишока, мы рекомендуем чернику, витал, жидкие формы, да. Почему? Вот у Вивасана такие замечательные сиропы, напитки. Когда мы принимаем БАДы внутрь, очень важно, чтобы была максимальная биодоступность. И здесь жидкие формы этому способствуют. Причем насыщение их витаминами таково, что дополняющие витаминные минералы усиливают действие вот этих витаминов. Идет мгновенное всасывание, быстрое усвоение, например, черника, витал, усваивается не в кишечнике, а во рту уже. То есть здесь даже не важно, какое будет состояние кишечника. Уникальный просто продукт. Артишок и черника, и артишок применяются беременными очень широко и уже доказались свою эффективность. Экстракт артишока помогает работе всего желудочно-кишечного тракта, помогает при запорах, допустим, помогает справляться с перевариванием пищи, очищает кровь, очищает печень, выводит токсины, выводит соли тяжелых металлов. То есть все, что поступает в организм из окружающей среды или с питанием обычным, да, проходит переработку именно, да, с помощью артишока. Полезные вещества остаются в организме, а вредные выводятся. очищается кожа, и мы прекрасно понимаем, что от того, что получает мама, зависит то, что получит ребенок. Значит, ребенок получит, пускай даже в меньшей степени, да, но он получит вот эти полезные компоненты, которые содержатся в артишоке, и все его свойства полезные будут также применимы к кладу. То же самое насчет черники. Черника какими свойствами обладает? Да, она тоже воздействует на желудочно-кишечный тракт, ну, немножко по-другому, но в первую очередь, черника это сильный антиоксидант, это органические кальции, витамины нескольких групп, да, то есть это те компоненты, которые необходимы и маме, и ребенку, причем вот витамин А в ее составе позволяет кальцию откладываться именно в костях, то есть фиксирует кальций в костях, особенно это важно в первые триместры, да, беременности. Также надо сказать, что во время беременности мама использует наши кремы и, соответственно, снимает определенные может спазмы снимать, да, вот то, что мешает нормальному развитию ребеночка. Флоромакс обязательно принимает, это лактобактерии трех видов в большой, высокой, очень концентрации для поддержания и сохранения микрофлоры. Флоромакс можно принимать на протяжении всей беременности курсами, с промежутками, вот, ну, совершенно замечательный продукт, и артишоп и флоромакс, кстати, работают как противоглистные средства, что тоже немаловажно. И еще я хочу сказать о нашем зеленом чае, таблетированная форма, причем здесь он скомпонован с молочной сывороткой, то, о чем говорят все ученые, да, то есть зеленый чай, он эффективен именно в комбинации с кисломолочными продуктами. Для чего нужен зеленый чай беременным? Здесь большое количество селена, но помимо селена, здесь еще есть много полезных веществ. Зеленый чай помогает справиться с токсикозом, зеленый чай вообще не имеет ни одного противопоказания. Вдумайтесь, то есть в каком бы состоянии, с какими бы хроническими заболеваниями ни был человек, у него нет противопоказаний к приему зеленого чая. Но поскольку мы сейчас коснулись такой важной темы, как здоровье ребенка, переходя к следующему периоду, это периоду младенчества, я хочу сказать, что вот в чем большое преимущество компании, специалистов, медиков и самого продукта. Дело в том, что здесь отработана система дозировки, грамотной дозировки продукта в зависимости от возраста. Да, конечно, у нас есть продукты, которые можно принимать в младшем совсем маленьком возрасте и есть продукты, которые мы подключаем позже, потом. Но тем не менее в любом возрасте есть свои четкие дозировки, которые не то, что нежелательно, а нельзя превышать. Да, есть исключительные случаи, но там уже это все под контролем как бы наших специалистов, консультантов и врачей, а так только строгие дозировки, которые прописаны специалистами. И вот ребеночек родился, да, очень такой сложный тоже период для мамы и для ребенка, потому что он попал в совершенно новую среду, он попал в совершенно новый мир, и хотя считается, что организм ребенка сформирован уже в утробе матери, но системы организма, они начинают работать в полном объеме не сразу. Например, желудочно-кишечный тракт вот в полном объеме нормально функционировать начинает только к пяти годам жизни ребенка. Это нужно понимать. Поэтому в первые же месяцы сталкиваемся с тем, что ребенок и спит беспокойно, и это естественно, это нужно, маме нужно это принять и понять и принять, что очень редко, когда у младенца бывает спокойный сон, потому что это другая среда, это другие впечатления, это другие запахи, звуки, и это другое питание, да, то есть в утробе это одно питание, а в новом мире это совершенно другое питание, и его организм приспосабливается к этому. И вот нужно сказать, что для спокойствия ребенка мы используем с первых дней жизни масло лаванды, мы можем использовать масло розы, чайное дерево, конечно, с этими маслами можно купать ребеночка в ванне, но добавляя только одну капельку эфирного масла, одну капельку на эмульгатор, а эмульгатором в данном случае, в данном периоде возрастного может быть только молоко, никакой соли, никакого меда, только молоко, то есть на небольшое количество молока любого там, да, взяли капельку эфирного масла лаванды или розы и или чайного дерева и купаем, да, это и способствует успокаиванию ребенка и определенной дезинфекции. Кроме того, можно включать аромадиффузор, но это перед сном, это ограниченный период времени с эфирными маслами, когда ребенок уже начинает засыпать, диффузор выключается, уносится из комнаты, то есть вот пока ребенок маленький, делается именно так. И артишок, и чернику можно применять с самого раннего возраста. Очень часто у детишек идет дискинезия желчных путей. Это закономерно, это как правило чуть ли не в 99 случаях. Впоследствии это может выровняться. Этому способствует и прием нашего артишочка, и массажики, массажик по часовой стрелочке вокруг пупочка, и делается это легкими движениями без надавливания несколько раз в день. Артишок, дозировки, все это я сейчас обсуждать не буду, но здесь я сразу скажу, это капельные дозировки, которые идут на увеличение. Точно так же с черникой. Капельные дозировки, которые идут на небольшое увеличение. И артишок, и черника даются в воде. Вот по артишоку могу сразу сказать, что способствует уменьшению вздутия, снятию колик у ребеночка. Соответственно, он уже ведет себя спокойнее, меньше кричит, либо вообще перестает кричать. И артишок можно также давать курсами. То есть не надо 365 дней в году ребенку давать артишок. Курсами с перерывами, так же, как и чернику, так же, как и флоромакс. Мы даем все курсами. Что еще мы применяем совсем маленьким деткам? Ну, вот про массажи я сказала, но с эфирными маслами здесь, конечно, сложнее. Да, они используются, но используются в очень малых дозировках. Допустим, это 1% эфирного масла по отношению к базе. То есть что это означает? Это значит 100 миллилитров базового масла, допустим, жужуба. Жужуба мы можем использовать младенцем, да, и только 1 миллилитр будет эфирного масла, допустим, той же лаванды или чайного дерева. То есть дозировки минимальные. Потом, когда там уже, допустим, ребеночку полгода, там мы уже увеличиваем эти дозировки понемножечку, мы уже можем использовать комбинацию даже масел вот на 100 миллилитров масла. И здесь не только массаж живота имеет значение, здесь еще есть такие вещи, как пеленочные дерматиты. Вот если их обрабатывать регулярно такой смесью, это все уходит. Потому что мы знаем сейчас проблему памперсов, недостаток доступа кислорода к коже, эффект тепловой такой подушки, преет кожа, все это негативно сказывается, появляются вот такие реакции. Еще бывают такие вещи, когда мама не очень следит за питанием, считается, что есть полезные овощи, фрукты, а ведь питание у кормящей мамы довольно скудное, оно ограниченное. То есть нельзя огромный спектр фруктов и овощей, допустим, да. И вот когда мама что-то нарушает и кормит при этом ребенка, моментально появляется какая-то аллергическая реакция, высыпание. Ну, что мы говорим? Конечно, анализ питания мамы, убрать то, что могло навредить ребенку, и тут же подключаем артишок, да. артишок и флоромакс, то есть в малых дозах флоромакс приходится раскрывать капсулку и давать буквально граммулечку, разводя в водичке, ну и артишок. Очень быстро все проходит. Напоминаю, что наши сиропы, напитки полностью натуральные, не имеют никаких консервантов, ни спиртов, ни сахаров, поэтому младенец этого не получает. Чистый натуральный продукт, все сохранено в первозданном виде, в котором есть в природе, причем с экологически чистых плантаций. Я к чему это еще говорю, напоминаю, что вскрытая бутылка хранится в холодильнике и не больше месяца. Это нужно учитывать. То есть если младенцу даете, то мама должна допивать ну или другие члены семьи, чтобы не пропал продукт. Что еще мы используем для маленьких детей, как правило, мы используем для купания пеночку виводерм. То есть никакой химии. Чистый натуральный продукт, гипоаллергенный, прекрасно воспринимается кожей младенца, детей младшего возраста, взрослыми. Специально отработанная формула не сушит кожу и никаких химических компонентов организм не получает. То есть можно быть абсолютно спокойным в этом плане. вопросы есть какие-то? Вопросов нет. Ну, без вопросов, конечно, нам немножко сложнее. Хотелось бы услышать. Может, кто-то может поделиться своим опытом? Добрый день хочется задать вопрос, если маленький ребенок простыл, чем можно помочь продуктами Вивасан? Вот, смотрите, первое, на что обращаю внимание, это экстрагрин фрутовых косточек. Своему малышу, внуку, я начала применять его, сейчас скажу, когда, полтора месяца, то есть неполные два месяца родители принесли инфекцию у РВИ домой, и в какой-то момент у ребенка начался кашель. В первый же день одна капля грейпфрута спасла положение, кашель убрали за один день. Одну капельку в маленькую бутылочку воды, 50 миллилитров, ребенок выпил эту водичку, там, я уж не помню, за какое-то время, и все, одной капли грейпфрута хватило. Это вот в таком маленьком возрасте, то есть не нужно этого бояться, это допустимо. Если там температура, там дозировки увеличиваются, конечно, ну, сложнее, наверное, горький продукт дать ребенку, но у нас есть грейпфрут без горечи, потом грейпфрут можно разводить вместе с той же черничкой, допустим, давать, или с тем же артишоком давать, чтобы легче воспринимался. И просто несколько раз в день. Вот решает сразу несколько вопросов. Температура, противовоспалительный эффект, то есть это растительный антибиотик и сразу же противовирусное средство. Всегда рекомендуем артишок. При любой вирусной бактериальной инфекции рекомендуем артишок. то есть он, как я уже говорила, чистит кровь, он выводит все вот эти продукты распада вирусов, бактерий и так далее из организма, убирает. А мы знаем, что когда человек болеет, ему нужно больше питья, да, вымывать, вымывать, вымывать вот через кровь, через мочу, чтобы все это уходило. Вот хорошо помогает, ой, это я показала ему, он фит, господи, артишок, артишок. Деткам чуть постарше, не младенцам, конечно, чуть постарше, мы можем порекомендовать сироп бузины, экстракт бузины. Это и жаропонижающая, и патагонная, и мочегонная, работает с кровью, работает с лимфой, работает очень быстро, разводится в воде, дозировки тоже определенные даются по возрасту, пьется несколько раз в день. Также деткам постарше при вирусных инфекциях сразу, если есть, рекомендуем можжевиловый экстракт. Есть противопоказания, как правило, детей редко, работает во многих направлениях, в том числе и респираторно-вирусные инфекции, бронхолегочные заболевания. Он густой, он вкусненький, дети очень любят. Детишкам постарше тоже рекомендуем ацеролу нашу, огромнейшая концентрация витамина С, таблеточки, которые рассасываются, и рекомендуем яблочный уксус, который показан и при болях в горле. Замечательные продукты, которые легко воспринимаются детьми, впрочем, так же, как и сиропы. Везде идет максимальное усвоение 90-95%. И еще я хочу сказать, вот когда лечим, да, лечим ребеночка, там что-то подхватил какую-то инфекцию, как только стало легче, некоторые мамы сразу все бросают. Этого делать нельзя, нужно просто уходить на меньшие дозировки. Или если стандартная дозировка, еще какое-то время держать ребенка на этом, если дозировка была увеличенная, то просто постепенно ее снижать. Нельзя резко бросать. Может быть недолеченность, может быть вторичная какая-то вторая волна, вторичная инфекция, то есть организм еще не восстановился, поэтому дальше мы работаем нашими продуктами на восстановление. Появился у нас такой продукт, как иммунфит, был раньше иммунгвард, сейчас иммунфит. Сюда входит экстракт жидкие эхиноцеи, экстракт бузины, сразу же, да, вот, пожалуйста, здесь уже в комплексе, экстракт кимьяна, экстракт шалфея, мед мануки, это разновидность чайного дерева, то есть комплексный такой подход, великолепный продукт для укрепления иммунной системы ребенка, и его можно пить и профилактически, и в период острого заболевания, и в период восстановления, то есть здесь таких ограничений нет. Вообще нашими врачами-педиатрами было сказано, что любой ребенок любого возраста абсолютно здоровый, но я, честно говоря, таких не встречаю в наше время, должен принимать как минимум один продукт Вивасан ежемесячно. Ну, поскольку абсолютно здоровых детей нет, поэтому, конечно, мы ориентируемся хотя бы на два продукта, то есть я говорю, всегда добавляйте там, ну, скажем, флоромакс, допустим, артишок и флоромакс, черника и флоромакс, и мунфит и флоромакс, можно там сделать с флоромаксом перерыв и, допустим, скомбинировать, если ребенок болеет, там, да, артишок и черника вместе, пожалуйста, или черника, там, допустим, да, и бузина, пожалуйста, то здесь уже как бы мама регулирует эти моменты. Еще мы детишкам обычно даем нашу морскую соль, они ее очень любят, присаливаем ею пищу, иногда детишки постарше, они любят даже присолить хлеб, просто присолить хлеб вот с этой солью. Почему это так важно? Потому что здесь в ней уже содержится вся таблица Менделеева, вот вся, плюс здесь, конечно, серьезная концентрация натурального йода, да, это не йодированная соль, она морская соль, и здесь еще натуральные водоросли, что крайне полезно, а у нас все население страдает йододефицитом. В период заболевания можно развести эту соль в горячей водичке, сильно теплой, и давать ребеночку пить, ну вот, как лечебный напиток такой, как бульончик, по вкусу добавлять соль, так, чтобы было приятно. Даже если ребенок в тяжелом состоянии, можно давать хоть по две ложечки ему пить, но почаще. еще вопросы есть? Вот мы все время говорим о маленьких детях, сейчас хочу поговорить о школьниках. ребенок ребенок идет в школу и сталкивается с огромными умственными и физическими нагрузками. В основном, конечно, мы говорим об умственных нагрузках, потому что программы сейчас очень сложные, школьные, программы нелегкие, программы, которые требуют от ребенка большие совершенно не учитывая тот факт, что ребенок перенагружен. Чем мы можем помочь в этом случае? Это опять же наши мультивитаминные сиропы, да, та же самая черника, тот же самый можжевеловый сироп, у которого прямые показания физические и умственные нагрузки, вот у можжевелового сиропа. И здесь нам в помощь, конечно, наши эфирные масла. Эфирные масла, которые способствуют поддержанию нервной системы ребенка в нормальном, стабильном состоянии, чтобы не было срывов, чтобы не было бессонницы, чтобы не было истерик, чтобы ребенок нормально по утрам вставал, чтобы, понимаете, ребенок должен жить счастливым, счастливым, спокойным, радостным. А сейчас получается зачастую так, что ребенок все время у нас в состоянии дикого напряжения. Он переживает по поводу школы, он переживает по поводу занятий, по поводу каких-то, может быть, конфликтов с друзьями, с учителями, он переживает по поводу того, что у него жесткое расписание, у него куча секций дополнительных, музыкальная школа, еще что-то, ему нужно куда-то бежать, торопиться. Порой он еле-еле успевает где-то там что-то перехватить, покушать. Это, конечно, недопустимые такие вещи. Здесь родителям нужно понять, что в приоритете, потому что так ребенка можно просто загнать. что касается эфирных масел с возрастом ассортимент масел, которые мы используем для детей, расширяется. Здесь можно использовать и естественное масло 33 травы, масло розового дерева, масло ладана, тоже с малолетства буквально используется, роза, нероли, что у нас там жасмин в меньшей степени, но тем не менее тоже. Конечно, апельсиновое масло шикарно воспринимается детьми, просто нужна определенная система. Аромодиффузор уже можно включать на более долгое время. У кого-то нет, значит, аромалампа, но с ней посложнее, там уже отдельная история, там ограниченность по времени и нужно смотреть, чтобы ребенок не опрокинул, не обжегся, вовремя ее загасить. Эфирные масла могут быть как тонизирующего действия, так и успокаивающего. То есть, если ребенку нужно усилить внимание, концентрацию, внимание, здесь у нас работает и масло лимона, и масло розмарина. Есть масла балансирующие, например, хвойные масла, то есть, они как бы выравнивают состояние нервной системы. Извиняюсь. 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 Вот. И то есть, здесь нужно, конечно, и ориентироваться на ребенка. Что ему больше нравится? Предложить ему несколько вариантов, если у вас есть такая возможность. Но эфирные масла, это наша палочка-выручалочка. Помимо того, конечно, это защита от инфекции. Это наш спрей «Мамма миа». Когда ребенок идет в школу или в детский сад, нужно обязательно брызнуть на одежду, на шарфик. Когда вечером ребенок ложится спать, можно брызнуть на подушку или одеяло, вообще его хорошо распылять в комнате. Почему? Потому что очень много электромагнитных волн в нашей современной жизни. Очень много различных приборов, которые используются в быту. И в том числе это и телевизоры, это телефоны, гаджеты различные, наушники очень вредные. И вот когда распыляется это масло в воздухе или там на занавеску куда-то, идет очищение воздуха, нейтрализуются вот эти электромагнитные волны. Это играет колоссальную роль. Есть еще какие-то вопросы по этому разделу? Наталья, есть, сейчас зачитаю, секундочку. Первый вопрос. Какие кремы можно использовать для детей? Эфирные масла вызывают аллергию? Вот можно я сразу добавлю по этому вопросу? Потому что у моего ребенка я пришла сюда, потому что у моего ребенка было 18, уже почти 19 лет назад аллергия, и вылечить ее уже было ничем невозможно. Масла эфирные, ни одно масло не вызывало аллергию. Аллергию здесь был вопрос, чем убрать аллергию, нам помогла опять возраст ребенка. Это артишок. Он чистит печень, печень чаще всего виновница именно в аллергических реакциях. Поэтому артишок нас спас. Если ребенка уже возраст выше двух лет, там еще можно добавлять нигенол. А мы обычно еще с флоромаксом все равно сочетаем артишок. Желательно. Былательно. И вот про аллергию. Эфирные масла, Наталья, расскажите, их можно проверять элементарно на изгибе локтя. Да. Опять же вопрос, какие эфирные масла использовали, выявили аллергические реакции и в какой форме использовали эфирные масла. Но вот чайное дерево и лаванда у нас вообще как бы используется практически всегда и с нуля, да, с первых дней жизни. То есть и чайное дерево, кстати, считается, что не считается, а так и есть, содержит в своем составе антиаллергены, антигистаминные компоненты природного происхождения. То есть при аллергических высыпаниях используется чайное дерево. Если вы боитесь использовать натуральное чайное дерево, используйте крем чайное дерево. Вот. Опять же мы говорим о небольших концентрациях, небольших, небольшом количестве, да, крема. Что за аллергические реакции? Они местно как бы на небольшую площадь идут, да, если или как, то есть это быстро все убирается тогда. Гораздо сложнее, серьезнее аллергические реакции, которые поражают ну вообще аллергия она идет изнутри, да, мы это должны понять, но аллергические реакции, которые вот тоже эфирное масло использовали где-то что-то понюхали или там коснулись тела, да, и маленькое пятнышко появилось. Если это краснота, это просто местная реакция кожи, она в принципе должна быть, в принципе, она может быть у любого человека, любого возраста, это местная реакция, потому что это действительно очень концентрированная вещь, эта реакция быстро проходит, мы говорим о том, что эфирные масла нужно разводить в чем-то, в базе, чтобы не было вот таких сильных реакций, чтобы не было ожога, не дай Господь, потому что опять же чувствительность и восприимчивость у каждого человека, тем более ребенка, она разная, у ребенка кожа еще и намного тоньше, чем у взрослого человека, это тоже надо учитывать, вот, то есть вот такие моменты, крем, чайное дерево, не крем, чайное дерево, помогает крем календула. Наталья, можно еще добавлю? Я просто помню, что купала в лаванде и в чайном дереве, просто добавляла по одной капельке и ребенка после опять правильное использование ванны, мы после аромаванны ребенка уже не купаем, мы ребенка помыли до этого и уже потом мы его опускаем в аромаванну и крем чайное дерево это то, что убирает, ну это если диатез, дерматит, вот работает просто отлично. Гормональные крема, нужно понимать, что это временное спасение, в одном месте оно затушило, в другом через какое-то время выйдет, это не лечение, просто временно убрать эффект высыпания на коже. Ну и вот опять же, если мы купаем ребеночка пенка вивадерм, гипоаллергенная пенка вивадерм, используйте, пожалуйста. Да, да, да. Так, теперь еще о подростках 13 лет, что именно о подростках, и да, вот Тамара Вараксина пишет, мои внуки постоянно принимают омега-3, витал плюс, омега это да, это все. Омега, ну вот смотрите, значит, маленькие детки не могут проглотить капсулки, да, а омега, ну она же работа, это же тоже такой многопрофильный продукт, то есть его необходимость доказана для разных систем организма, и получается, что как бы чем раньше начнем давать, тем лучше. здесь и витамин D у нас органический, здесь и йод у нас органический, и полиненасыщенные жирные кислоты, конечно, это мозг, это сердце, это желудочно-кишечный тракт, это суставы, это связки и так далее, соединительная ткань, да, ну вот по своему опыту я знаю, что дети в основном начинают проглатывать с 3 лет, уже они могут такие капсулки такого размера нормально глотать, были случаи, когда хотели давать деткам раньше, тогда приходилось выдавливать несколько капелек в пищу, ну немножко хуже по усвоению, как бы, да, потому что капсула должна раствориться в кишечнике, но тем не менее определенную долю ребенок получает, да, ну опять же выдавленное вот масло, это лосося, да, оно имеет вкус и запах, рыбы, не все детки могут принять это, сложновато, ну в таком случае остается ждать, когда ребенок сможет уже капсулку глотать, а так выдавливает либо в супчик, либо в какую-то кашу несладкую, вот, и ребенок может есть. еще и рождец, когда дети водили мам за ручку, чтобы купили рыбку, мама, пойдем купим рыбку, поэтому большая часть детей наоборот воспринимают прекрасно именно этот Витал Плюс. Да, да, ну вот я же говорю, просто те, кто могут проглотить, опять же, внук у меня, вот никак мы не могли ему дать, пока ему не исполнилось три годика, он раскусывал эту капсулу, он плевался, ну в общем, все, хотя понимал все прекрасно, знал книжечку специально, он читали, он наизусть эти стихи знал там про рыбок этих, вот про рыбий жир, но тем не менее, а потом полюбил очень, и был, кстати, такой случай у нас в семье, когда он, родители спали, он пошел на кухню, знал, где лежит Витал Плюс, и он съел сразу на минуточку шесть штук. Будет отца и говорит, я вот съел шесть штучек, и сын мне звонит, что делать? Я говорю, да не бойся ничего, все будет нормально, вот побольше водички там пускай пьет в течение дня, и несколько дней не давайте ему вот эту вещь, вот, то есть он, вообще его норма одна штука в день была, вот это вот в три или в четыре годика, я не помню, и ничего абсолютно не было, никаких жалоб не было, не высыпало его нигде, то есть абсолютно вот они убедились, что даже такая серьезная передозировка не сказалась на состоянии здоровья ребенка, просто он там около недели, он не пил его, вот и все. Да, можно еще, Наталья, добавлю, по аллергии, когда начинают пить артишок, нужно начинать с одной капельки, то есть нужно принять, что когда будет уходить аллергия, это будет первое проявление идти через кожу, это будет лечение через обострение, то есть обострение однозначно будет, и как только вот дня три-четыре у кого-то может быть неделя, обострение закончится, оно просто быстрее, оно гораздо пройдет, и будет идти уже, уходить в вот такую выбывающую фазу, и постепенно будет ребенок избавляться от этого. Да, артишок, конечно, флоромакс, конечно, и витал плюс, при этом, конечно, если ребенку еще не даем нигенол, да, там в раннем, допустим, возрасте, витал плюс тоже обладает вот определенными антигистаминными свойствами, в меньшей степени, чем нигенол, но тем не менее. При аллергиях аллергозах он тоже назначается. Еще какие-то вопросы есть? Тогда давайте, наверное, там говорили подростковый еще возраст, да, по-моему, вопрос какой-то был. подростковый возраст, ну, серьезная такая тема. Давайте так, во-первых, идет перестройка организма, гормональная перестройка, а у кого-то она начинается в раннем, там у девочек может и в 10 лет начинаться, да, идет набухание молочных желез, кстати, может быть и у мальчиков такая вещь, то есть родители должны быть крайне внимательны к таким деткам, они начинают капризничать, они начинают остро реагировать на какие-то ситуации, да, конфликтовать, много таких неприятных вещей. Естественно, нужен положительный настрой в доме, естественно, нужно относиться к этому с пониманием, нужно стараться быть близкими к ребенку, да, то есть, чтобы он не отгораживался, и опять же, вот этот настрой позитивный, помогает поддерживать и налаживать отношения, это вот наши эфирные масла. Вот услышьте меня, мамочки, пожалуйста, пускай в вашем доме всегда ежедневно будут ароматы не синтетические, не химические, которые ровным счетом ничего не дают для организма, а наоборот, как бы, да, мы дышим химией, пускай у вас эти ароматы будут повсеместно, те ароматы, которые приятны всем членам семьи, да, то есть, выясните, пожалуйста, у вас может быть аромат в ванной комнате, но, как я обычно делаю, я беру ватный диск, туда пару капелек там эфирного масла, и в какую-нибудь там, ну, можно даже там искусственные цветочки или вазочка какая-то в ванной комнате, там, да, допустим, также ватный диск с парой капель там эфирного масла в санузле, если он отдельный, там, да, кстати, помогают убирать нехорошие запахи, особенно мелисса, но мелису не все любят, можно другими запахами пользоваться, да, ароматами, на кухне, там уже, конечно, дело специфическое, кому-то нравятся запахи еды, кому-то не нравятся, диффузор почаще включайте и переносите его из комнаты в комнату, апельсин, как правило, нравится всем, лимон не всем, апельсин, как правило, нравится всем, масло 33 травы, оно вот универсальное, какое-то вот такое нейтральное, потому что там комбинированный такой вот аромат, пожалуйста, то же самое, используйте, подберите те масла, которые приемлемы для всех, можно скомбинировать, можно замечательно сейчас зиму скомбинировать вот такой аромат можжевельник с апельсином, да, хвоя с апельсином или купание среди лесов и добавьте туда тоже апельсинчик, у вас новогоднее настроение уже вот, можно сказать, сегодняшнего дня там будет дома. В спальне там, допустим, это лаванда. Лаванда не только успокаивает, она и заставляет в то же самое время мозг и расслабиться, и сконцентрироваться, если требуется, то есть вот такое двояркое действие, помните об этом. Словом, применяйте вот эти масла в этом возрасте, это очень важно. Дальше, что еще можно делать? Естественно, это те же самые наши витаминно-минеральные комплексы. Омега – это вот наше все, да, и в этот период особенно, она очень важна для нервной системы, для центральной нервной системы. Так, ну, что касается 13-14 лет, там половое созревание, ничего специфического мы детям не даем, если только нет особых показаний, да, вот, масло с крилем, вот омега-скрилем мы начинаем деткам давать только после наступления, вот, как бы, периода такого полового созревания, то есть это вот 13-14 лет, там у девочек может быть раньше, у мальчиков чуть позже. Нужно помнить о том, что стабилизация цикла у девочек, она вообще может продолжаться и года два, и это нормально. Ну, все, наверное, да, потому что время у нас уже на исходе, хотя мы чуть позже начали. Я прошу вас, вот такая моя большая просьба, да, эфир уже в записи у нас, Юль в записи, да, будет же, Игорь обработает и даст потом нам всем эту запись, пожалуйста, распространите ее, скиньте своим знакомым в соцсети, друзьям, коллегам, там, кого интересует данная тема, она у нас будет еще продолжаться и расширяться. Я прошу, после просмотров на YouTube-канале, пожалуйста, ваши комментарии, я постараюсь отслеживать и если будут вопросы, я буду на них отвечать. И я сразу сделаю анонс, кстати, следующего эфира, и мы поговорим об этом, и это будет именно ароматерапия у детей. Все, теперь я заканчиваю наш с вами разговор. Я надеюсь, что что-то полезное было сегодня, что-то важное, может быть, вы услышали. Всех благодарю за участие, за участие, и огромная моя еще просьба, пожалуйста, приглашайте знакомых в наш чат Вивасан Ростов, где дается вся информация по прямым эфирам. Нам важно, чтобы как можно больше людей участвовали именно в прямых эфирах, в живых трансляциях. Всего хорошего, всем до свидания и хорошего дня.